Крещение Господне В этот день Иисус Христос крестился в водах реки Иордан. То есть это говорилось о том, что это Сын Божий. В городах и районах Кузбасса всегда ведется активная подготовка к празднику Крещения Господня. Места для купелей выбраны давно. Они соответствуют нормам безопасности и всем требованиям. Одна из них оборудована в Полысаево, на озере Лазаревское. Самые главные посетители которой – жители Ленинска-Кузнецкого и Полысаевцы. Основные помощники на проруби – активисты клуба «Сибирский закал». В Крещение Господне они дежурят у водоема. Поддерживают горожан, помогая спуститься или подняться со ступенек. Клуб «Сибирский закал» работает уже больше 10 лет. Поэтому традиционно мы проводим здесь купание. Нынче мы сделали новые исходни, деревянная ступенька. Горсеть предоставила пушку и раздевалка теплая. С «Октябрьской» привезли из кошара солому. Есть где обогреться. Обогреться. Ну и расчищена вся территория, парковочные места организованы. Традиционно ГОЧС приезжает, ГИФС проверяет, насколько безопасно защищена прорубь под водой. И есть ли места для обогрева. Как отмечают сами активисты, после таких купаний, как правило, их команда пополняется новыми поклонниками здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это хорошо, это правильно. Всех с праздником, конечно. Это замечательное место, территория добра и здоровья, озеро Лазаревское. Приглашаем всех желающих посетить наше замечательное место, присоединиться к нашему движению. Будем вместе оздоравливаться, закаляться, вести здоровый образ жизни. Крещение для православных – это первое таинство. Через него человек рождается еще раз духовно и становится еще ближе к церкви. Эти традиции складывались две тысячи лет. Сегодня это поддерживают как взрослые, так и дети. Среди них и юные активисты клуба «Сибирский закал». Первый раз занимаюсь вообще три года, а в этом году первый раз из-за этого придожили, и я поехала. Три года занимаемся все вместе. В Сибирском закале, да? Да, я клуб «Сибирский закал». Ну, почему решила скупнуться? Ну, поддерживаю традиции просто. Нравится это и все. Два сына купаются каждый год. Одному старшему с 18-го, 19-го у него исполнил день рождения. То есть вот мы кричали с днем рождения. Вы горды тем, что дети вот таким видом скупают? Да, каждый год они ныряют в прорубь, то есть соблюдают традиции православные. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, Он направился в Иудею к реке Иордан для осуществления крещения. Именно там в это время жил Иоанн Предтеча, который перед данным событием много лет прожил в пустыне. Воды Иордана были выбраны также не случайно, ведь верующие считали данную реку священной и проводили на ней множество обрядов. 19 января, в день крещения Господня, обязательно нужно посетить храм, помолиться, выпить освященной воды. Да поменит Господь Бог во Царстве Своим, всегда на ней пресно и в религии веков. Освященная по всем правилам богоявленская вода считается великой святыней, исцеляющей душу и тело. Отсюда и стремление людей к купанию в ночной проруби. Кроме того, можно набирать воду из крана, ведь она тоже является крещенской. Считается, что свойства воды усиливаются ближе к полвторому ночи и целебные полчаса. Поэтому многие стараются купаться именно в это время. Считается, что крещенская вода может простоять целый год и сохранить свои свойства. Ее дают болеющим, умываются для здоровья и очищения, окропляют дом. Как правило, такую воду хранят за иконами или рядом с иконами. В этот святой день крещения Господня, он ознаменован большими событиями для нашего храма тоже. Уже который год существует эта купельня, и люди со всего города приезжают, омовение производят. И душа омывается, и чувства, и все здоровье приобретают. Радость такая. Надо ходить в храм. Еще одна купель оборудована на территории храмового комплекса в лесном городке. Для прихожан здесь организованы теплые раздевалки, удобные ступеньки для спуска и поручни. Рядом дежурили спасатели и врачи. Без веры в ледяную воду не ногой, считают даже те, кто ни разу в проруби не купался, да и пока не собирается. Холод оказывает мощное воздействие на человеческий организм, поэтому стоит приобщаться к ритуалу только в случае крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Всех прихожан поздравляю с праздником Крещения Господня. Желаю всем крепкого здоровья, душевных, телесных сил, ну и искупаться. Первый раз окунались в прорубь? Года четыре уже. Каждый год уходим. Ощущение полезно для здоровья? Да, 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 да. Сейчас прям бодрость такая, прилив силы на дне. Священнослужители отмечают, окунуться в купель – это не чудодейственный обряд от грехов. Чтобы стать духовно чистым, необходим ежедневный труд над собой. А еще есть крещенские приметы. Самыми верными считаются – холодная и ясная погода к сухому лету, пасмурная и снежная к хорошему урожаю. Субтитры подогнал «Симон»!